Кардиология, наука о строении и функциях сердца, о методах его лечения, корнями уходит в глубокую старину. В последние десятилетия основной причиной смертности населения стали болезни сердца. Причем поражают они нередко людей трудоспособных, жизнерадостных, сравнительно молодых. В нашей стране борьба за здоровье человека объявлена делом государственной важности. Одним из ярких свидетельств этого является создание в республиках, в том числе Киргизии, научно-исследовательских институтов кардиологии, значение которых в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний невозможно переоценить. Основатель и директор Киргизского института кардиологии, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, профессор Мирсаид Мирхамидович Миррахимов. Всем это известно, что болезни сердца в развитых странах – это основная причина смертности, инвалидности, ну и потерь трудоспособности людей творческого возраста. И наша республика в этом отношении не является исключением. Хотя до создания еще института, при республиканской больнице, где базировалась кафедра мединститута, проблемы кардиологии разрабатывались. И в нашей республике были разработаны относительно стройная система оказания помощи нашим больным. Но с созданием института возможности республики, безусловно, возросли, наладить современную службу кардиологии для оказания этапного лечения больным и организации предупредительных мероприятий с тем, чтобы добиться стабилизации, а потом и снижения заболеваемости сердечно-сосудистыми формами болезней среди населения республики. Вторая задача, это чисто научная, значит, в рамках института и в рамках общесоюзных программ исследовать такие аспекты проблемы, которые, в общем-то, не разрабатываются в других центрах. Но разработка таких вопросов представляющая большой интерес для кардиологии. Киргизский институт кардиологии входит в общесоюзную систему кардиологической службы страны, которую возглавляет Всесоюзный кардиологический научный центр Академии медицинских наук СССР. Институт оснащен современной отечественной и зарубежной медицинской аппаратурой, позволяющей на современном уровне проводить научные исследования и оказывать специализированную лечебно-диагностическую помощь кардиологическим больным. Широко используются методы ультразвуковой, радиоизотопной и рентгенодиагностики и заболеваний сердечно-сосудистой системы. В арсенале средств института эхокардиографы, велоэргометры, автоанализатор «Техникон», полиграф «Мингограф». С помощью уникального ангиографического комплекса «Телемакс-1250» врач имеет возможность ввести катетер непосредственно в сердце. Этот момент вы сейчас видите. Более точно поставить диагноз, изучить состояние проходимости сосудов, а также доставить лекарственные средства к пораженному участку. Учеными института получены ценные научные данные о механизме приспособления человеческого организма к экстремальным природным условиям – высокогорью, пустыне, полярному климату, разрабатываемыми в лаборатории генетики человека, проводившие исследования в различных районах страны. результаты исследований, формы и методы диагностики проходят тщательную проверку в экспериментальном отделе института. Успех лечения болезней сердца во многом зависит от своевременной диагностики и оказания необходимой помощи. Дистанционно-диагностический центр института ежедневно принимает по телефону свыше 100 электрокардиограмм со всех уголков республики. По результатам анализа кардиограмм даются соответствующие рекомендации по лечению. Ученые Кардиологического института республики занимают ведущее место в стране по изучению проблемы физиологии и патологии человека в горных условиях. В республике создана широкая сеть кардиологических пунктов, которые позволяют оперативно оказывать квалифицированную помощь жителям высокогорных районов. В труднодоступные районы на помощь приходит санитарная авиация. Впервые в нашей стране в республике открыт горный кардиологический санаторий, где больные после лечения в институте проходят следующий этап восстановительной терапии. Путевки в этот санаторий больные получают бесплатно. Кроме того, за время нахождения здесь им оплачивается больничный лист. Достаточно сказать, что из числа больных, перенесших инфаркт миокарда, более 80% возвращаются к трудовой деятельности. Большую работу по пропаганде здорового образа жизни, в том числе рационального питания, проводит отдел профилактической кардиологии института. Современные методы лечения, профилактическая работа по предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний, проводимые институтом, приносят свои положительные результаты. В институте широко используется вычислительная техника. Справочно-информационная система ВИЗИТ оперативно выдает информацию о больных, наличии свободных мест в отделениях. Хранение и обработку научной информации кардиологических центров страны, поступающей в институт, производит служба ЭВМ. Научные работы киргизских кардиологов, выполняемые по программе Всемирной организации здравоохранения, вызывают большой интерес ученых кардиологических центров Дели, Нью-Йорка, Хельсинки, во многих других странах. Как непочетны эти награды, высшую радость ученым, врачам института, приносит сознание, что сотням, тысячам людей восстановлено здоровье, и они вернулись в трудовой деятельности. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...